В мире покера, где стратегия, математика и психология сплетаются воедино, существует секретное оружие, способное перевернуть ход игры. Ставлю 3 миллиарда и 8 миллионов. Блеф. Представляем вам топ-10 блефов, мастерски исполненными нашими стримерами. Пробуем поиграть по словам. Покажи пару блефов. Буду чаще откалывать. Блефов? Это не проблема. Показываю, рассказываю о своей раздаче и я тебе буду откалывать. Ты говоришь, покажи тебе пару блефов и буду чаще нас тоже откалывать. В общем, пока одни угрозы. Но мы держимся. Здесь нет кола. Я проставил. А первый стол оппонент чекнулся. Приятно. Приятно. Ход чекбет решил сыграть. Ну, короля чекнул терном, что он нам дикит. А на линии, конечно. Покажу блеф, чтобы ты откалывался чаще. Я не понимаю, короля он так не играет. Он бы ставил терн. Ну, такие блефы есть. Так что, имею в виду, заходи под них и наказывай нас. Ну, такое стечение обстоятельств не самое лучшее для нас. Понятно, что это не какие-то там деньги, которые изменяют твою жизнь, наверное, да? Или изменят. Или можно сказать, что у тебя суперперспективы. Но, тем не менее. Так, ну, что тут у нас? И здесь, наверное... На самом деле, он, конечно, ривер часто поставит. Пятерный ривер, наверное, колить не хочется мне. Ладно, давайте одну заколем, там посмотрим. Блин, ну, придется блефовать с нашей рукой. Мы король валет, блочим и флэши. И у него тут могут даже сциты упасть. Ебой! Нормально, ребят. Где-то наш блеф прошел, где-то не прошел. Нас устраивает. Вообще не ошибка. Вот здесь, кстати, интересную удачу поиграем. Мы открыли с баттона. Вот эта рука хорошо очень подходит для чека. Да, нам, блин, прилетает. Вот в браст-кол играем. Доска, которую будет бразилиц точно изматывать. Очень часто. Но у нас есть двухторонка и по флэшам еще контроль. И мы иногда можем свою руку превращать тоже сами в блеф. Что мы сейчас и сделаем. Идеально. Даже блеф не пройдет здесь, но это супер классная ситуация для того, чтобы вот именно такого формата руки здесь почекать. Играя в позе против людей, которые понимают, что в эти доски нужно иногда насиловать большого блайнда. Классная раздачка прямо. И очень хорошая рука для защищенного чека. Так, джуниор, обращай внимание. Делаю сумасшедший мув, блефу и фиша, который ничего не выкидывает. Так себе, да? Надеюсь, что флэш тут бросит. Скажете, Глеб, ты сумасшедший? Да. Флэш до семерки. Ну, возможно, да. Возможно, не стоит блефовать Вилюшана. Ну, вот то, что на экране ты видишь. Плюс еще за тысячу катаю. Что, попробуем? Попробуем блефануть. Вылить так, что кроля у него нет. Сложно тут заколить. У меня король. У меня король может быть в сухой ленинге. Чекаем, чекаем. Ну, давай. И вдруг заколит. Здесь блеф свою руку буду превращать в ССБ в ББ. Как будто какой-то Вилюбет у него, да? Тонкий. Неужен на сильную руку. Тим свайсингом. Потому что да у меня нету. Я здесь не буду раскрывать руки. Но блеф готов превратить. То, что заставили задуматься, это уже хорошо. Попробуем троечку ему. Видите, красиво сыграли. Ну, нет, он работает в целом. Понимаешь, там просто чуть не повезло. Так сыграли по-орловски. Вчера выкладывал против Аграса Сантоса раздачку. Ну, поколим здесь. Я по-рэйжу здесь. Ну, есть там часть рук типа Король-Валет, Туз-Валет, Туз-3 какие-нибудь, которые выбросят. На них в основном давление. Ну, видимо, что-то серьезное у него. Девятку Тузов изображать я уже, наверное, не буду. Если бы пошли мои ауты, еще можно было бы? Туз-Король мы выбить можем, но это единственное, что мы можем выбить. Ну, условно, Туз-Дама, Туз-Король. Еще Туз-Король-Черви мы не выбьем. Ну, хочется, конечно, чтобы был там Туз-Король. Туз-Король мы можем обыграть иногда. Что-то мне кажется, там посильнее. А может быть и послабее там что-то. Ну, и так же может быть все, что угодно. И Туз-Король, и Тузы, и 9х какая-то, и два валета. Туз-Король больше комбинаций, конечно, чем Тузов. Поэтому, может быть, стоит и запушить, блин. Ну, давайте, да, запушим, наверное. Будем надеяться на Туз-Король. И что они не заколят еще. Ну, видимо, Туз-Король. Ну, можно хотя бы вот эту, красиво было бы. Фу. Фу, вот это у нас катка бешеная. Я сам, если честно, ребята, обосрался. Буду честен. Я уже думал, не наша. Дэнчик, резок можно много, да, здесь придумать? Блин, да, мне что-то не нравится здесь ставить. Пробу колем. Держим. А вот ставка мне не очень нравится. Блин, как вам насчет такой идеи? Насчет Аллына здесь. Просто шедевр у меня здесь нету. Е-бой, хорош. Там никто блеф не ожидает, ставь блеф. Я понимаю, как косы. Ну, такие мы, сволочи. Я поколю. Ну, они постепенно же появляются. Это первое. Второе. Я тоже лайк поставил. Ну, я сейчас чекну и ривер поставлю. Давайте прям маленькую поставим. И ривер до блефуем. Еще доберем. Что-то тузыксов каких-то. Ну, да, мат. Такое. Туздама, может быть. Тузы могут быть. Странная хрень. Но я... Блин, это жесть. Я подставлял и древят. Попробуем блефануть. Как, да. Ну, я так не разу дебрифовал. Я очень хочется. Вот это нормально, блин. Ребята. У-у-у-у. Живем, блин. Ну, давайте. Я комментировать не буду. Ваши комментарии. Давайте. Подождем ваших комментариев. Бегово, но ничего. Могло быть получше, да? Это довольно сложно, на самом деле. Это не так, что ладно, я тут вот этого покрываю. Вот этого, это пас. Немножко не так работает. Может быть, даже небольшой ИВ в Коле есть. Наверное, по Коле. Блин. Такой флоп. Давай попробую один ББ поставить. Не знаю, тоже не самое лучшее, наверное. Идея. Ёлки-палки. Ну, что мне дальше делать? Вот я себе на жопу приключений нашел. Будет ли он тут фолды какие-то делать? Ну, давай еще один ББ поставлю. Пипец. Блин, у меня блефы тут валят 9 из какие-то. Будет ли он выбрасывать здесь? Черт. Вот это я себе придумал. Тут хайи какие только выбить. Дамы валят. Ну, давайте попробую. Ёлки-палки. Что я вообще делаю? Что это вообще? Это такая раздача. Вот хрен знает. То, что мы выиграли, это мега круто. Прикиньте, он меня коллит, я остаюсь там с 2 ББ. Забыли эту историю. Это никому неинтересно. Давай-ка забудем об этом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok